Продолжение следует... Я хочу поблагодарить Украину за признание оккупации нашей республики, Чеченской республики Ичкерия, а также признание тех действий России, то есть назвали своим именем, что происходило у нас на родной земле, то есть геноцидом. Вот именно это и делали российские оккупанты над нашим народом. Я пройдусь по некоторым моментам, долго говорить не буду, буду краток. И, во-первых, скажу, что наша борьба за свободу началась не в 1991 году, она началась сотни лет тому назад, когда Россия начала... Русские начали нас убивать, то есть убивать наших предков, выселяя их, насильственно выселяя и оккупируя нашу республику и уничтожая нас. И, как мы говорим, чеченцы, это происходит каждые 50 лет. И сегодня мы здесь собрались именно для того, чтобы такое больше никогда не происходило. И мы должны вырвать жало у этого мутанта, у этой фашистской России, чтобы она больше никогда такое не творила над нашими народами. Сегодня мы говорим о Кавказском Союзе. Это именно то, к чему стремились наши отцы, наши предки. И мы обязательно добьемся этого, я уверен в этом, потому что мы это видим сегодня. Мы начинаем вставать, начинаем приближаться друг к другу. То есть это наша общая борьба, борьба за свободу наших народов, украинского народа, народов Кавказа. И хочу коснуться тех моментов. У нас прошли две войны, и во время этих двух войн, война Ельцина и Путина, во время этих двух войн было убито более 300 тысяч мирных жителей. Из них более 40 тысяч дети. Это то, что творила Россия на нашей земле, называя нас бандитами, террористами, вешая такие ярлыки. Именно то, такое же происходит и здесь, в Украине. Такая у них практика, у русских. Вешать ярлыки, а потом начинать войны, убивать мирных жителей. И вот, мы должны остановить этого врага, мы его остановим. Я уверен в этом, и вот эту уверенность я никогда не терял. Да, мы сегодня оккупированы, да, мы находимся под диктатом, скажем так, под этим режимом путинским. Но мы похороним этот режим путинский, похороним их марионеток, предателей чеченского народа. Мы в этом уверены. И еще раз благодарю всех. Я очень рад видеть наших братьев. Мы с вами и украинцам, хочу сказать, от имени чеченских братьев, от имени чеченского батальона имени Шейха Мансура, который воюет с 2014 года, которым я являюсь представителем этого батальона. Наши братья воюют здесь с 2014 года. Есть несколько батальонов, есть те желающие, которые хотят приехать. Их много. И мы будем стоять рядом с вами до конца. Мы обязательно проведем парад победы в Киеве, парад победы на Кавказе. И, как говорится, иншаллах, увидим этот день. Спасибо за внимание. Анзор, вам большое спасибо. Вообще для нас, кавказцев, очень важно. И у нас только независимый народ Чечни имеет этот опыт. Опыт имеется современным. Быть политиком в условиях соседа-агрессора, агрессора ядерного террориста России. Поэтому ваш опыт для нас очень важен. Вам спасибо большое.